Дамы господа, представляю вам судейскую бригаду титульного поединка Боковые судьи Николай Сигов, Россия Николас Идальго, Венесуэлла, Серджио, Сильви, Италия Рефери Франциско Айоза, Росса, Испания Супервайзер WBC Оксана, Семенишина, Литва Представляю вам соперников В синем углу претендент на титул из города Лаутаро, Чили Ему 36 лет, рост 165 сантиметров, вес 58 килограммов, 740 граммов Профессиональный рекорд 43 боя 31 победа, 7 одержанных аккаутом, 10 поражений, 2 ничи Кристиан Пальма Его заверник в красном углу из России, город Екатеринбург Ему 26 лет, рост 165 сантиметров, вес 58 килограммов, 920 граммов Профессиональный рекорд 17 боев Во всех одержаны победы, 9 из них нокаутом 12 номер рейтинга IBF 3 номер рейтинга WBC 1 номер рейтинга WBO Действующий чемпион WBC International Незнающий поражений Мухаммад Якуба 2 protectores, ok Suerte, suerte 2, 2 focados, ok Mucha suerte Atención Caution con la cabeza No, 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 ok Deportividad Рефери у нас испаноязычный, да Да, да, да Ну или испаноязычный, да Правильнее будет На 10 лет старше Кристиан Пальма 36 ему, да И чуть-чуть полегче, но по уложились в рамке первого легкого веса 59 килограммов Он же суперкулулегкий, кому как больше нравится Пальма с комфортным запасом даже я бы сказал 250 граммов, это прилично В красных перчатках Мухаммад Якубов, в черных, соответственно, Кристиан Пальма Образующий тигр Да, Мухаммада называют сейчас, кстати, таджикским факьяу, учитывая, что он очень много времени провел в США Очень много совпадений, в том же зале занимался, в то же время И у того же тренера Да, да Ну, Мухаммада Якубова, кстати, должен был, но, к сожалению, не состоялся, вот именно сегодня бой в США В ту же самую дату 11 сентября он должен был драться с Ошаки Фостером, с вторым номером WBC в этой весовой категории У них должен был быть отборочный Ошанник Фостер Ошанник Фостер Да? Да Ну, может быть, прошу прощения Он мне звонил сам Да, это прекрасно В общем, Фостер фамилия, это классная Фостер однозначно Вот, должны были они драться за право сразиться с Оскаром Вальдесом, про которого мы сегодня уже говорили Но, к сожалению, не состоится этот бой Зато к радости хренбургской публике Ну да, согласен А Мухаммада здесь Мухаммада здесь Это правда Все-таки топовый мировой боксер на данном этапе своей карьеры Хорошо по корпусу слева, но это обычно для Мухаммада Боксер одинакового роста, но еще раз, был простой в полтора года, да, коллега? Да, да, да У Кристиана Пальмы Все так Плюс давайте, если вкратце по его карьере пройдемся, то всем своим серьезным соперникам Кристиан проиграл Так и есть Что Кармин от Амазоне, что Мичелл Смит, что Фернандо Давид Сауседа, аргентинец Причем там даже бои были Олегу Яфумовичу Олегу Яфумовичу, да, представителя Украины, в свое время гремевшему Да Поэтому вот Пальма сегодня здесь Он как бы на победной серии, но эти все победы одержаны дома в Чили И соперники, откровенно говоря, Мухаммаду Якубову раза в три в уровне уступают При всем уважении к этой южноамериканской стране, футбол у них развит гораздо лучше, чем бокс, я вот так скажу Это да, чилийские футболисты хороши Хотя тоже в последнее время смена поколений идет не очень уверенно Тем временем у нас пока все очень предсказуемо в ринге в первом раунде Мухаммад Якубов по праву И судя по улыбке на лице, да, удар-то до цели дошел Ну и еще раз про чилийца 31 победа, 7 побед нокаутом Мягко говоря, не панчил Да И... 10 поражений, 6 досрочных Мягко говоря, уже пробит Да, у Мухаммада из 17 побед 9 досрочных Практически 50% Да Даже чуть-чуть больше Чуть больше, да, 52,94% Но кто внимательно следит за точством Мухаммада и за нашими трансляциями, наверняка, что есть тут у Мухаммада Да Можно вспомнить бой против Джона Гемина, который закончился досрочно в пользу Мухаммада, естественно Да Ждем второй раунд Итак, друзья, бой продолжается У нас второй раунд из 10 запланированных Я подозреваю, рефери сказал голову повыше держать чилийскому спортсмену Отвечает снова слева по корпусу Мухаммад Якубов Интересно, а к Мухаммаду рефери тоже на испанском будет? О, хорошо сейчас показал слева и справа, так дернулась голова у Кристиана Пальмы Ну, в общем, Якубов пока что делает то, что он умеет лучше всего Соперника путает своими движениями и наносит неожиданный хлесткий удар И опять слева по корпусу достает Да, так Очень экономно действует Мухаммад Особо не пылит, что называется Охра Подразозлился тут чилийц, решил огрызнуться Мне показалось, что там Якубов успел мимо себя удар пропустить, отклонился Здесь больше все-таки по защите от Мухаммада было Ох, по корпусу-то попал там, кстати, Пальма Причем очень неприятно Расстреливай, расстреливай, коричок Это было красиво Футворк все-таки у Мухаммада мирового уровня Тут ничего не скажешь Ну, потренировавшись в Америке в одном из лучших залов мира боксерских, я думаю Извините, в том зале, где Мэнни Пакияо свое движение ног отрабатывает легендарное Тут еще бы оно не было Пальма во втором раунде перестал стесняться Понял, что соперник такой же, как и он Тоже две руки, две ноги, даже голова есть Да, и она расположена даже примерно там же, на шее Да, да, да Ох, хорошо провалил сейчас своего соперника Якубов Снова по корпусу Справа попадает Кристиан Пальма, мне показалось Да, там зацепил, где-то в район солнышко попал Но, видимо, не очень сильно дыхание Мухаммаду не сбило, тут неприятно было Ну, вот прямо смотри, зацелился на корпус чилиц Ну, видимо, хочет остановить вот эти непредсказуемые движения Мухаммада Заставить того встать на ногах, как мы это называем Если честно, хотелось бы чуть-чуть побольше работы Вот и по корпусу отвечает Якубов уже Ну, Мухаммад, может быть, силы бережет Ну да, в таком пока эконом-режиме Спокойненько работает Подтяношными ударами Откровенно говоря, при всем уважении к Кристиану Пальме Это не тот соперник, с которым Якубову надо выкладываться на 110, на 120 процентов Ну, может быть, и так Мухаммад вполне спокойно работает Как по мне, вполне спокойно пока забирает раунд К тому же это всего лишь второй из десяти Куда торопиться? Попал там, кстати, боковым Пальмак Третий раунд Больше работать джебом призывали специалисты в углу Мухаммада Якубова Стоит, кстати, отметить, что к нему один из помощников Фредди Роуча В Екатеринбург прилетел и здесь его секундирует Все серьезно у Якубова Хорошо, Мухаммад по корпусу плеснул Очень громко А по корпусу он бить умеет Да И отправлять людей в нокаут причем Особенно слева по печени Тут у нас еще, кстати, одна перчиночка есть Правша против левши Свои моментики Ну сейчас, кстати, коллега, этим удивить, наверное, даже Так дело не в удивлении Свои технические моменты особенные Зашагивает за ногу заправила Да, 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 вот это все, это все Мухаммад демонстрирует Все это понимает, все это видит Полез без удара вперед Пальма и пропустил тут же Ну что-то в третьем раунде Тигр не кусается пока Это прозвище Чилийца Ну рычать пытается, как минимум Рычать пытается Но пока дальше не заходит Когти в бой тоже не пускает А еще, а еще Мне кажется, что Тигр пока не кусается Потому что в корпус напропускал Все-таки в 36 годиков уже получать по печени Не так быстро восстанавливаешься, как когда тебе там 25 Да Мухаммад пока что спокойно вытягивает И наказывает Пальма В принципе, да, делает все то, к чему мы привыкли, наверное Да, да Особо никакие козыри новые не показывают Зачем будущим соперникам что-то лишнее показывать, правильно? Правильно Хорошо И опустил, смотри, сразу у руки Пальма Еще повторная атака Якубова Такая плюшка по печени прилетела Конечно, там локоть сразу прилипает к корпусу И не хочется его оттуда убирать Нет, Якубов, видимо, нацелился соперник нокаутом в печень отправить домой Потому что ушло очень много тут ударов Еще один Легендарный ныне живущий Микки Уорд Все очень просто Ударами по корпусу снимаешь защиту с головы Потом бьешь в голову Так и есть Так и есть Четвертый раунд у нас Пошел вперед внезапно Мухаммад Якубов Ну, почему внезапно? Зацепил там подбородок своего соперника пару раз Сам особо ничего не пропустил Ай-яй-яй, как приятно смотреть на Мухаммада Такая у него техника Начал, начал так потихонечку Даже не потихонечку А уже в четвертом раунде так попыстрее Если честно, вообще не потихонечку Как будто совсем другим бойцом вышел Якубов Он первые три раунда процентов на 30 от своих возможностей работал, судя по всему Ну, вспомнил, что может быть стоит выиграть досрочно Да нет, не в этом дело Я подозреваю, что Ой-ой-ой-ой, там локтем не попал, я надеюсь Уж очень опасно было Тут дело в другом, мне кажется Скорее Ой-ой-ой-ой Мне кажется, есть установка, наоборот, в ринге побыть Потому что это очень полезно Потому что сейчас достаточно сложно делать бои И в какой-то мере, может быть, не стоит досрочно здесь побеждать Или не стоит как бы сразу это делать Да, там седьмой, восьмой раунд уже, да Потом третий, четвертый Может и нет такой установки Мы же не знаем, какой там гениальный план фрагировки Там по защите больше Скорее выглядело страшно Амплитудный такой удар был Но руки, да, руки у Пальма на месте оказались Но Пальма там скушал уже в раунде пару ударов Ну что, я могу сказать Пальма, видимо, опять немножко подзабыл И локоть-то с корпуса убираем Я чувствую, Мухаммад в них скоро воспользуется Мухаммад может, да У-у-у, какой дурак Рельса Хорошо, как закручивает, да, Якубов, смотри Я говорю, я еще с первого-второго раунда его футворк отмечаю Это просто феноменально По корпусу Так, локоть сразу на месте И локоть голова Волшебные трансформации Кристиана Пальмы наблюдаем мы Мухаммад, конечно, просто в поддавки с ним играет в этом плане Только увидит, что локоть на корпусе Сразу в голову боковой Локоть поднимается, сразу в корпус опять Так смотри, Пальма просто дает ему прицелиться Он так... Так, Пальма вообще подостановился Вот вообще уже не двигается Ого! Это, друзья, тяжелый негадал Ну, конечно, поднимается на ноги Да нет, мне кажется, продолжит Кристиан Достаточно уверенно встал на ноги Время за фальму играет он Да, это правда, это правда Сейчас доработать раунд ему Ну, конечно, тут Мухаммад не хочет, чтобы он дорабатывал, видимо Концовка, 10 секунд Будет прикладываться по полной программе Якубов Ну нет, не опустился Пальма Смотрите, дожил Дожил Друзья, у нас отказ от продолжения поединка Да, вот он ответ на мой вопрос Выйдет ли в конце предыдущего раунда Нет, не выйдет Но масс Да И Мухаммад Якубов оформляет досрочную победу Ввиду отказа от продолжения боя Победу техническим нокаутом В четвертом раунде одерживает И остается чемпионом WBC International По-прежнему Непобежденный Мухаммад Якубов